Ферде, я же сказал, уходи. Ты что, условно что не понимаешь, а? Я настолько тебе противно, что ли? Даже притронуться не можешь? Выйди уже из моей жизни. Почему ты так поступаешь со мной, Джунейд? Ты говорила, что любишь меня. И эта твоя любовь, та самая, ты меня даже не слушаешь. Ты во мне любви уже не оставила, Ферде. Все сокрушила и ушла. Я дал себе возможность. Ты пришла ко мне. Селим все должен был рассказать, ты так сказала. Я даже согласился заплатить Селиму. Но что случилось? Я старался дать тебе шанс. Хотел поверить. Но ты вместе с Селимом показала, какие вы низкие люди. Джунейд, умоля, поверь мне. Это часть этой игры, которую нам устроили. Со всех сторон на нас надавили. Хотели, чтобы ты увидел меня такой. Меня показали низкой, бесчестной и обманщицей. Но не в этом заключается правда. Я проживаю сейчас совсем другое. И поэтому ты должен выслушать меня. Выйди уже из моей жизни. Я никуда не ухожу. Ты должен выслушать меня. Той ночью. Селим сказал, что пришел попрощаться со всеми. Зашел внутрь. У меня очень плохо было с желудком. Стало плохо. Он сделал мне горячий напиток из лимона и мяты. А что было после этого, я о ней помню. Когда я пришла в себя, я была в том доме. Я клянусь, Джунейд. По поводу той ночи я ничего не помню. Скорее всего, он подлился на творный тот напиток, который принес мне. Я видел тебя. Ты пришла в тот дом. Там были бутылки. Свечи. Ты лежала в постели бродяги Селима. Нет. Тогда я была не в себе. Я любила только тебя, Джунейд. Не Селима. Если бы я проживал любовь с Селимом, я бы сейчас не была бы рядом с тобой. Кто знает, что вы только не пережили. Почему ты здесь? Что между вами случилось? Джунейд, между нами ничего не случилось. Я после того дня жила на улицах. Спала в подъездах. Спала во всяких помещениях, подвале. Я старалась выжить. Но постоянно передо мной оказывались только плохие люди. Они пользовались мной. Они... Я начала работать в ресторане. Хозяин пытался изнасиловать меня. Меня нашел Селим. Спас из рук этого человека. Джунейд. Умоляю, выслушай меня. Селим запер меня в одном доме. Я нашел деньги там. Очень много денег. Я нашла справку. Деньги выплатила компания Козан. Я знаю об этом. Эти деньги мне выплачены, поскольку Селим опять полез. Это вранье, Джунейд, вранье. Уйди уже из моей жизни. Почему так поступаешь со мной, Джунейд? Прошу, поверь мне. Твой отец с самого начала был против нашего брака. Они с Элили объединились, и не вздумай. Не вздумай обвинять других людей, чтобы прикрыть свой стыд. Ты не видел, через что я прошла. Почему ты не веришь мне, Джунейд? Закончила? Нет. Нет, не закончила. Ты будешь слушать. Меня спасла женщина. Сначала я подумал, что она хорошая, что она поможет мне. Но все. Раз начала рассказ... Окей. Как ты познакомился с Атэшем? Ему ты, наверное, тоже придумал какую-нибудь историю. Что случилось? Не расскажешь? Господин Атэш тоже увидел твое сильное лицо. Поэтому, что ли, ты здесь? Нет. С господином Атэшем я ничего не рассказываю, Фериде. Я не хочу твои сказки слышать. Я создал себе новую жизнь. И тебя в этой жизни нет. Мы очень счастливы, Сейлюль. Скоро будет свадьба у нас. Единственное, чего я хочу, это избавиться от тебя. Уйди отсюда. Возьми свое вранье и позор и уходи отсюда. Почему ты пришла, Фериде? Почему? Пришла видеть, что я не могу жить без тебя? Пришла видеть, что я все еще не забыл тебя, что ли? Дженейт. Да ты мне все уже показала. Ты меня научила, что нет никакой любви. Я уже никого не смогу любить так, как я тебя любил. Ты убил доверие, которое было внутри меня, Фериде. Я увидел, что мог. Теперь уходи отсюда, Дженейт. Я в этой жизни любила только тебя. Только тебя я любила. Я никуда не ухожу. Я здесь, потому что я невиновна. Я устала. Я больше не буду убегать. Все увидят, что я невиновна. Молчи уже, Фериде. Тебе будет стыдно за то, что ты говоришь. Стыдно будет, Дженейт. Ах, если бы, Фериде. Если бы ты заставила меня постыдиться. Но не думаю. Часть тебя все еще любят меня, Дженейт. Поэтому ты не умеешь с ней избавиться. Я знаю. Я видела. Ты хочешь ненавидеть меня, но у тебя не получается. Не получается. Да, я не могу тебя возненавидеть. Но не вдумай, думай, что я тебя люблю. Даже не думай. Я тебя вычерпываю из сердца. Кто ты такая вообще, чтобы я тебя ненавидел, а? Ты даже ненависти моей не заслуживаешь. Ты врешь, Дженейт. Боль, которую ты пережил, заставляет тебя врать. Как ты так легко можешь меня выкинуть из сердца своего? Я тебя выкинул из своего сердца. Да. Это было сложно. Я поджег свое сердце. Тебя. Все наши совместные воспоминания засунул внутрь, и все это поджег. Нет, оно не сгорело, Дженейт. В глазах твоих я увидела. Ты сдерживаешь себя. Лучше бы отпустился бы. Ты бы сразу увидел клевету, которую на меня накинули. Сколько бы ты ни убегал от меня, ты ведь не можешь меня выкинуть. Сколько бы ты ни поджигал свое сердце, из углей я вновь возвращаюсь. Мне и этого достаточно. Достаточно маленькой надежды. Если бы ты не ты дал мне эту надежду. Достаточно маленькой надежды. 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 Субтитры создавал DimaTorzok